Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Сегодня у нас самая, что ни есть, болевая точка современности. Вы знаете, в школе я увлекался таким занятием, как делал политинформации. Я мечтал о карьере журналиста-международника, я брал такой... Еженедельник был за рубежом, и вот я, так сказать, из себя воображая в тот момент, кто там у нас был, Станислав Кондрашов, Александр Бовин, садился и одноклассникам рассказывал все, что, значит, происходит в мире. Ну, и если бы я делал политинформацию, как тогда, много лет назад, я бы сказал, что снова сгущаются тучи над Корейским полуостровом, забрежала тень ядерной угрозы, южнокорейские марионетки готовятся развязать очередную авантюру. Или что-нибудь в таком духе. В общем, сегодня мы говорим о Корее. Вы знаете, два повода есть. Такой краткосрочный, но более-менее повторяющийся. В очередной раз сейчас у нас происходит обострение ситуации между Северной и Южной Кореей. Буквально несколько-две недели назад Северная Корея вышла из соглашения о прекращении огня, объявила, что она снова находится в состоянии войны с Южной Кореей. Ну, и более долгосрочное, вот то, о чем хотелось бы поговорить, скоро будет 50 лет, как Корея разделена. 1953 год закончилась война в Корее. Технически не между Северной и Южной Кореей, да, чтобы мы понимали, а между войсками ООН, с одной стороны, на стороне, за которых воевали там американцы, и целая коалиция. И с другой стороны, это была, собственно, Китай и Северная Корея. Так что война никогда не прекращалась, и сейчас снова актуализирована. И вот 50 лет, как сформировано на базе одной нации, два совершенно разных государства. И если подобный эксперимент в Германии закончился, уже скоро 20 лет как, то в Южной Корее вот это вот разделение одна страна, две нации, или, так скорее сказать, одна нация, два государства, или, может быть, уже две новых нации, по-прежнему продолжается. И вот мы хотим об этом поговорить с нашим сегодняшним гостем, кореистом, заведующим сектором, заведующим отделом, извините, Кореи, Монголии, Института Востоковедения Российской Академии Наук, Александром Валентиновичем Баранцовым. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вот вы знаете, с самого начала, чтобы разобраться, я думаю, этот вопрос, который будет с нами всю эту передачу, все-таки нужно нам говорить об одной нации или о двух нациях, сейчас, через 50 лет после окончания Корейской войны? Вопрос очень интересный и актуальный. И вот среди ученых нет единого взгляда. Есть группа ученых, которые говорят, что уже действительно и разделение, вот современное разделение настолько затянулось, и пути, по которым движутся две части Кореи, идут по расходящимся линиям, и много уже даже языковых, этнических накапливается различий, которые позволяют говорить о том, что уже, может быть, две нации. Говорят, что и в истории Корея не всегда была единой, так сказать, был период трех государств в раннем Средневековье, там, скажем, с первого по седьмой век нашей эры. А вообще вот такой вопрос. Корея была нацией на момент окончания Второй мировой войны, на момент начала Корейской войны? Была ли единая корейская нация? Ну, во всяком случае, к моменту разделения Корея жила как единое государство более тысячи лет в рамках одного государства. Другое дело, что в 2010 году она стала колонией Японии, была включена в состав империи японской, была колонией, такой, конечно, мрачный период в истории Кореи, но все равно она жила в рамках единого, неразделенного государства. Так что, конечно, восприятие Кореи как единого среди корейцев сильно актуально. И, как я понимаю, линия раздела была произведена совершенно произвольно, совершенно из головы, вот как мы с вами разговаривали раньше, вы употребили вот этот метавор, что как через Балагое провезли разделы, вот с одной стороны, там, как бы, Россия-Москвы, с другой стороны, Россия-Петербурга, получается. Ну, в принципе, да, разделяли военные, и, исходя из своих соображений, исключительно военных, когда Советский Союз принял решение о вступлении в войну против Японии... В 45-м году, напомним, да. В 45-м, да, в конце войны в Европе, на Ялтинской конференции, то военные разделили американские и советские, там, генштабисты, сферу действия вооруженных сил советской армии и американской армии на этом участке. И была выбрана 38-я параллель, как зоны для того, чтобы принимать капитуляцию японских войск и, так сказать, осуществлять, ну, так сказать, свою юрисдикцию. И, естественно, предварительное ведение боевых действий. Надо сказать, что советская армия в Корее воевала. Там недолго, но бои были ожесточенные. 38-я параллель. Она разделяла не только Корею, она проходила и по Хоккайдо. Северная часть Хоккайдо тоже отходила в сферу действия советских войск. И логика была такая, что было принято распределение ролей, что советская армия, главный ее противник и цель ее военных усилий, это квантунская группировка войск Японии. А японцы незадолго до этого разделили свои войска в Корее таким образом, что части японской армии, находящейся к северу 38-й параллели, были приданы квантунской армии, а части, которые находились южнее 38-й, к той группировке японских войск, которые были ответственны за оборону собственной Японии. Вот, собственно, так эта чисто военная и временная линия разделения появилась. Никто в умах не было, так сказать, во-первых, расчленять Корею вообще и по 38-й параллели в частности. А в то же время, как я понимаю, вот эта линия раздела, ну, она... Разные потенциалы все-таки на севере и на юге были. На юге было больше населения, на юге больше ресурсов, более развитое сельское хозяйство. Ну, это так сложилось, потому что, я говорю, военные, которые разделяли, они не эти соображения... Ну да, они об этом не думали, но так получилось, что Советский Союз получил, так скажем, менее развитую часть. Вы знаете, как сказать, по населению, да, южная часть, она более плодородная, более мягкий климат, больше пригодных для сельскохозяйственных целей земель. Она всегда была более заселена в два раза. Это такая уж сложилась традиция. Но вместе с этим Северная Корея – это 80% горы и мало, 18% земель вот в КНДР, пригодных к сельскохозяйственным, так сказать, целям. Но богато вся таблица Менделеева там присутствует, кроме углеводородных ресурсов. Железный рода, уголь, цветные металлы, редкоземельные, уран, например, да, ну, все, кроме вот нефти и газа. То бишь, с точки зрения минеральных ресурсов, Северная часть Кореи неизмеримо богаче, раз. И, во-вторых, вот в условиях колониального господства и в условиях войны против Китая, а потом против Америки, Япония, ну, во-первых, она рассматривала Корею как часть империи надолго, а она провела большие работы по индустриализации, фактически, использовала. А поскольку в Северной Корее были вот эти все минеральные ресурсы, то там промышленный потенциал и был в основном построен. На железной дороге порты, крупные предприятия, там, хамхы нехимическая, которая треть боеприпасов, так сказать, производила, крупные электростанции вот на пограничной с Китаем реке, по-корейски называется Амнакан, по-китайски Яллодзянь, там Супхунская газ крупнейшая для того времени и современная. Она и сейчас, да, по-моему. Она и сейчас функционирует. А вообще, вот вы говорите, вся таблица Менделеева. А Корея по-прежнему сейчас экономически самодостаточна, за исключением нефти и газа? Ну, в сельском хозяйстве нет. И даже Южная Корея с ее более развитым потенциалом, поскольку все-таки плодородных земель не хватает, все-таки это горная страна, то с точки зрения продовольствия самодостаточной быть очень трудной. Про КНДР еще сложнее, соответственно. Но с точки зрения ресурсов КНДР, да, Южная Корея, конечно, она ведь не случайно выбрала экспортно-ориентированную модель развития экономики, поскольку главным богатством, главным трудовым ресурсом это была рабочая сила, образованная, дисциплинированная. И вот трудоемкие начинали с легкой промышленности. А насколько вот, кстати, образованная дисциплинированная? Потому что, как я понимаю, на момент окончания Второй мировой войны население в основном было такое, сельскохозяйственное, рыбацкое. Насколько развита была, так скажем, рабочая сила в Корее к моменту начала вот этого рыбка? В начале передачи вы вспомнили свои детские, ну, школьные годы. Я тоже вспоминаю, и меня тогда еще, помню, в старших классах удивило. Запомнился, я еще не связал свою судьбу с кореведением. Конец Второй мировой войны, 45-й год. Большая часть мира – это колонии. Две трети стран, наверное, мира – это были колонии. И я вот помню, что единственное среди колониальных стран государство, в которой в валовом национальном продукте промышленное производство превосходило сельскохозяйство, это была Корея. Хороша колония, так как-то у меня отложилась в памяти. То есть стартовая платформа, стартовая точка уже была выше, чем у многих вот этих вот развивающихся стран на тот момент. Да, да. То есть это не то, что вот я знаю довольно часто, залстись с такой мифологией, что вот, как у нас говорят, Сталин принял Россию с Сахой и отдался атомной бомбой, что Корея тоже как бы вошли в модернизацию рыбаки в 50-е годы, а вышли, значит, все эти Самсунги, Чеболи и так далее. То есть уже изначально была стартовая сильная платформа? Была платформа, и, конечно, это консульцианская, все это по культуре, по традиции цивилизации. Это часть консульцианской цивилизации, где образование всегда престижно, где образование всегда пользовалось и пользуется уважением, и родители, так сказать, всем многим готовы пожертвовать, но дать образование детям. То есть это вот... То есть это консурс. То есть как в Китае? Конечно. А там вот, если продолжить сравнение с Китаем, такая же есть система экзаменов, как в Китае? Конечно. Это же все, так сказать, ну, традиционно. Китайцы срединые государства, все остальные варвары, те, которые ближние варвары, это более цивилизованные, поскольку они более восприняли китайские обычаи, нравы, философию, организацию общества. Конечно. Но даже более того, вот в позднее Средневековье, когда Китай находился под маньчжурской династией, то Корея считала, которая все-таки так покасательно ее маньчжурское завоевание коснулась, она, конечно, была вассалом, но, тем не менее, они считали себя вот единственным незамутненным источником, оазисом конфуцианства, потому что маньчжуры в Китае все-таки, так сказать, привнесли свои порядки, там заставили косы носить и так далее, и так далее. А вот главный хранитель чистого, настоящего конфуцианства была Корея. Но если, чтобы уже закончить разговор о религии, сейчас очень сильно ведь католичество, если посмотреть на Южную Корею. На Юге, понимаете, протестантство первое. А, протестантство. Христианство в целом. Христианство в целом, да. Первые проникли католики, да, но после открытия Кореи в самом конце XIX века американские протестанты в различных, так сказать, направлениях, с их финансовыми ресурсами, с их организационными ресурсами и опытом работы, они провели очень большую работу. А какие-то большие цифры, чуть ли не 40%. Официально считается 50-50. Традиционная, так сказать, своя корейская, это буддизм, религия. Но, во всяком случае, вот протестантские священники говорят, что даже, наверное, может быть, и больше 50%. Но это на Юге, да. Понятно. В во всяком случае Сеуль шагирует, потому что весь город в крестах. Они ведь в темное время суток зажигаются там нейлоновыми огнями, и вот весь город, а вон, так сказать, на сопках, очень красивый, живописный, город с крестами горящими. Ну что ж, продолжим наш разговор о феномене разделенной Кореи с Александром Валентиновичем Воронцовым после перерыва. И снова добрый вечер. Говорим мы сегодня о Корее под знаменем Чучхе, потому что, если кто не знает, в Южной Корее тоже есть Чучхе свое, Чучхе-сон. В Северной Корее Чучхе, над которым у нас принято смеяться, рассказывать анекдоты. Но на Юге есть тоже свое Чучхе, и говорим мы, собственно, о феномене разделенной Кореи, о том, как одна страна, одна цивилизация породила два совершенно разных государства, два разных пути развития. Но действительно ли они настолько разные? Действительно ли настолько драматически расколота Корея? И наш сегодняшний гость Александр Валентинович Воронцов из Института Востоковедения Российской Академии Наук нам это все сегодня рассказывает. Ну вот давайте сейчас действительно поговорим о сходстве и о различии двух Корей. Потому что Северная Корея, конечно, у нас сейчас воспринимается на фоне очень большого информационного голода, как некое анекдотическое образование. Вот то, что, так сказать, еще в конце, в середине 80-х там интеллигенция на кухне хихикала, брала журнал Корея сегодня, там читала все эти дифферамбы любимому руководителю, там отчеты о посещении универмага и этим руководством Северной Кореи и так далее. Вот я хочу понять, насколько эта страна является такой пародией, как вот у нас Албания или Корея воспринималась, или это некий все-таки традиционный корейский тип цивилизации? Вот мы продолжаем эту тему, очень актуальную. С одной стороны, вот мы говорим о различиях, они накапливаются, безусловно, и в языке в том числе. Вот Северная Корея проводит более консервативную политику за сохранение чистоты языка, так сказать. Более строгие формы грамматически используются. В Южной Корее там, конечно, много заимствований за английского языка. И вот такой пример, что когда первая встреча на Вверхах состоялась между лидерами Севера и Юга в июне 2000 года, Ким Чен Ир посетил, ну, вернее, Ким Дэй Джун, южнокорейский президент, приехал в Пхеньян, то потом Ким Чен Ир говорил, что я понимал его где-то на 80%. Много англоязычных слов. Заимствования англицизмов. Да, да. А насколько, вот сразу я хочу спросить, скажем, ну, мы более или менее все-таки представляем себе хотя бы по кинематографу, кинематографу великому, считаю, совершенно южнокорейскому, насколько культурно вот развивается Северная Корея. Это что? Такая то, что вот у нас называлась секретарская проза, то есть вот это вот такой соцреализм, или там есть свои интересные культурные достижения, которых, может быть, мы и не знаем? Там, безусловно, есть свои культурные достижения. Более того, соцреализм присутствует, как бы, так сказать, советское искусство. Кстати, вот музыкальное искусство, вот вождь покойный, допустим, был большим поклонником русской классической музыки и хорового пения. Покойный это Ким Чен Ир? Да, Ким Чен Ир. Ким Чен Ир, ближайший. Да, да. И все наши ведущие музыкальные коллективы, там, Хорпятницкого, там, Моисеева, Александрова и так далее, они были частыми гостями, постоянными гостями. Любят такую серьезную и национальную, и классическую музыку. После крушения Советского Союза, когда еще Ким Ир Сен был старше, так сказать, вождь и жив, произошла переориентация в поисках, поиска новой основы легитимизации режима. А социализм он остался, ну, как бы, постепенно акценты, ну, подчеркивание, так сказать, социализма стало ослабевать, но акцент был сделан на том, что у нас своя национальная богатая история культуры, 5000-летняя история, неповторимая богатая история литературы, так сказать, искусство художественное и прочее, прочее. Нашли срочно основателя нации. Надо сказать, что основателем корейской нации, это признается и на севере, и на юге, является мифическая личность Тангун 5000 лет назад. Его мамой была медведица, превращенная в женщину, красавицу, конечно. Конечно, бог послал своего сына на землю, самое красивое место, естественно, была Корея, но людей там не было, и вот надо пришлось искать, ну, это долгая история. Надо сказать, что в Корее южный день основания, они называют корейской государственности, то есть день основания республики, это день рождения этого Тангуна мифологического. Но в Корее его нашли. Долго спорили историки, северная и южной Корея, где же он похоронен, он превратился в горного духа, он правил тысячу лет, так сказать, основателя корейской нации, и превратился в горного духа в одну из вершин, а в Корее их много, горных вершин, был похоронен. Ну, вот, вошь сказал, и быстро нашли археологи северокорейские, и вот, значит, там сделали мавзолей, и он там под Пхеньяном находится. То есть упор на национальную культуру, древняя, самобытная, неповторимая, нам не нужна вестернизация, нам не нужна западная массовая культура. У нас своя, богатая и абсолютно конкурентоспособная. То есть в каком-то смысле они даже в большей степени себя чувствуют наследниками традиционной корейской традиции, корейской древности, чем более такая американизированная южнокорейская, которая там дает вот этот гангном стайл, и все вот эти вот такие попсовую музыку. Да, да, да. Хотя они интересуются и южнокорейской, конечно, и тот же кинематограф, там мыльная опера, так сказать, популярная на севере. А как с приемом радиостанции, телевидения, насколько это все возможно на севере? Я контролирую. Хотя, вы знаете, я был студентом в университете Коммерсена в 79-80-е годы, по обмену учил корейский язык, там совершенствовался. И вот в общежитии у нас был радиоприемник такой старый, он брал южнокорейскую программу, но нам не рекомендовали их слушать. Я убедил их, что вот мне нужно слушать классическую музыку, поскольку в северной Корее, так сказать, там, Бетховенбах, так сказать, допустим, не часто, так сказать, транслировался. И мне разрешили. Правда, мой северокорейский коллега, когда мы вдвоем жили в комнате, он в это время уходил из комнаты. Но мне не запрещали, во всяком случае, потому что я не собираюсь там слушать, там их пропаганду. Но если бы северокореец слушал, то кто-нибудь его заложил бы и... Ну, да, да, да. Это продолжается? То есть информационная блокада по-прежнему люди боятся, вот даже один на один не могут быть, собственно, или что, радиоприемники заблокированы на каких-то частотах? Как этот контроль осуществляется? И блокировка есть, и вообще, так сказать, страна такая. Но это традиционно, контролируемая, хорошо достаточно. Вот если у нас есть время, я хотел бы поделиться, отвечая на ваш вопрос, вот все-таки одна нация или уже две нации? Да, да. Вот мы говорили, разные есть мнения, и много аргументов в пользу, что это уже две нации разных. Но меня поразило из личного опыта. Вот я упомянул, что был студентом в Северной Корее. И тогда было ощущение у нас, молодых начинающих корееведов, там не только корееведы были, что мы попали, как машина времени сыграла свою шутку, и мы попали в эпоху раннего социализма, такого примитивного, военного, казарменного, сталинизма, то есть, скорее, с спецификой. То есть люди крайне организованы, ходят строем на улицах. Тогда многие ходили строем, там уже дети, пионеры, обязательно. Все очень контролируемо, где-то было, а это уже все известно. Скрыть это даже и бесполезно, и пытаться не стоит. Вот такой тотальный контроль, мы это считали доносительством. Какая-то критика-самокритика очень популярна в собраниях. То есть, как у нас, партсобрание, человек выступает с самокритикой. Еще круче, только еще круче. Еще более гуще, я бы сказал. Ну, вся вот эта пародийная часть, вот это массовые шествия с факелами, и несут слова. Такое, как Са Сорокин любит описывать, такая сорокинщина. Ну, да, то, что мы к тому времени уже вроде бы прошли, это в истории осталось, так сказать, и мы с удовольствием это ощущали, что это в истории осталось. А тут, значит, вот она все живое. Но через 20 лет я оказался профессором в одном из ведущих южнокорейских университетов в Сеуле. И встретил нашего уже студента из моего МГУ, который я в свое время заканчивал, Институт страны Азии Африки, молодой начинающий кореевит, их кореисты после первого курса посылали. Я его спросил, какие у тебя впечатления. Он с удовольствием стал рассказывать. И я с огромнейшим удивлением, я бы просто легкий шок, я просто на 90, на 95 процентов увидел, что его впечатления, первые о Корее, полностью совпадают с моими северокорейскими. Хотя другая сторона, там процветающая экономика, свобод, передвижение, ну, все прочее, прочее, прочее. Вот, там процветная, ну, и культура на подъеме, безусловно. И вот такие вот лакмусовые бумажки, что ли. Я говорю, что тебя здесь раздражает? Есть что-нибудь, что раздражает? Он говорит, да, говорит, тут все хорошо, хорошие люди, доброжелательные. Но вот два момента меня раздражает. Первый, это их коллективизм. Я говорю, что здесь в Южной Корее? Они же в строим не ходят. В строим, так, говорит, они не ходят. Но все равно группа. Вот они все группы. Вот студенты. Он такой пример привел. Говорит, мне понравилась девушка, кореянка, студентка. Я ее пригласил в кино. Она все легко согласилась. Я, так сказать, обнадежился. Но она пришла и привела с собой группу. Там три девочки, четыре мальчика. Я ее потом спрашиваю, зачем ты это сделал? Я ведь тебя персонально приглашал. Она также искренне его не поняла. И говорит, ну, это же мои друзья. Мы сюда вместе ходим. Я искренне не понимал его вопроса. Второй момент. Это, говорит, стукачество. Я говорю, а здесь-то как-то что? А вот, говорит, тоже. Я в общежитие вернулся поздно. Дверь закрыта. Я в окно, так сказать, проник спокойно. Никто не видел. Я доволен, что отчитываться не надо. А вот мой сосед по комнате раз и доложил начальству. Меня все равно вызвали. Я не могу понять, зачем это ему нужно было. И я вот тут понял, что все-таки наше представление о Корее у нас, европейцев, о том, что вот тут, значит, в Северной Корее это слепок с такой примитивной, может быть, огрубленной, но социализма советского. В Южной Корее это вот американская модель развития, вестернизация, значит, вот капитализм, тут социализм. Но я понял, что это все наносное, что это просто картинка, которая как бы преобразовала могучий организм, действительно, нации с глубокой историей корнями. И все вот эти институты, традиции, там, скажем, контроля над населением, отслеживание, так сказать, передвижения и, соответственно, то, что мы называем доносительством, это сложилось гораздо-гораздо раньше, в средние века. Система пятидвора, которая пришла из Китая, контроля над населением, так сказать, это рождалось в жизни, которая, так сказать, была, обосновывалась необходимостью выживания в тех условиях, так сказать, что нужна была дисциплина, нужна была контроль. Это нужно было для выживания, в общем-то, в сложных условиях. Маленькая страна, так сказать, два огромных соседа, ей приходилось жить в Корее, да? Вот один американский журналист нашел такую яркую метафору, сравнив Корею, говорит, это как креветка, зажатая между двумя Китами, Китами, Китая и Япония. Китая и Япония, да. И вот жить в течение тысячи двух, как минимум, тысячелетий и сохранить свою самобытность, свою идентичность все-таки... То есть, очень силен, вот если вот это делает Инглхард, эти исследования по графе ценности выживания, ценности самовыражения, то у корейцев, наверное, очень сильны были вот эти ценности выживания. Да, да. И здесь вы согласились бы, то, что вы сейчас рассказываете о сходстве между Северной и Южной Кореей, как Лик Ван Ю, бывший премьер-министр Сингапура, вот он поднял эту дискуссию об азиатских ценностях, что вот это вот все и есть те самые азиатские ценности. Абсолютно, да. Это разговор по делу, так сказать. Лик Ван Ю смотрел, как бы... Приоритет коллектива. Да, да. А вот конфуцианский, безусловно, восторг. И конфуцианский. И вот, скажем, южнокорейский капитализм, он тоже ведь на этом построен, как вот эти чеболи южнокорейские, они похожи на японские корпорации, там тоже сильная лояльность такая. Безусловно, безусловно. И они зарождались, так сказать, еще психологи все-таки под японцами жили, хотя у них очень сильный антагонизм между корейцами и японцами, но много от японцев они приняли позитивного. И в организации общества в том числе, и чеболи вот этих крупных финансово-промышленных групп на начальных этапах в том числе. Конечно. И что такое чеболи? Это семейный бизнес. Это семейство было, так сказать, у руководства крупной компанией. Преданность, безусловно, преданность компании, так сказать, пожизненный найм, все это было. Ну и преданность государству, как я понимаю, вот я не знаю, развенчать или не развенчать мифологию, как чеболи начинались, как начинал Пак Джон Хи, что, как я понимаю, были арестованы все крупнейшие корейские олигархи, и им было просто фактически под угрозой, там, не знаю, физического уничтожения предложено, либо вы полностью присягаете на верность государству и нового режима Пак Джон Хи, или, так сказать, сами смотрите, какие последствия. Вот этот вот момент был, такое вот, так сказать, мощное дисциплинирование, с чего вроде бы, как говорят, хотел срисовать свою модель Путин. Ну, тут вопрос, конечно, многогранный и сложный, не совсем так, я бы сказал. Конечно, Пак Джон Хи диктатор, генерал военной диктатуры установил, и порядок железной рукой наводил, в том числе в экономической сфере, при нем было немало арестовано, но я бы не сказал, что он олигархов, вот именно по этому признаку, так сказать, там олигархи тоже попадались, но он порядок и дисциплину, так сказать, насаждал. Была, когда он принял его в страну, после вот Лисенмановского провального периода правления, страна была в экономическом кризисе, она катастрофически отставала в своем развитии от зеверной... Напомните, это 61-е где-то годы? Он пришел к власти в 61-м, да, военный переворот, да. И была преступность очень высокая, он с преступностью боролся, экономическая преступность была. Вот он тут проявил жесткость и навел какой-то порядок. Но он объединил нацию действительно вот таким национальным проектом. Рывка. Психология рывка. А вот это, кстати, объясните, то, что там свое чучхе есть, да, в Южной Корее? Безусловно. Безусловно. И вот Пак Чунхи, он просто открыто говорил, при том, что он был ближайший союзник США и послал войска, единственный союзник США, который послал свои войска во Вьетнам воевать, помогать американцам и так далее, и так далее. Но он говорит, что западная демократия, она не совсем нам подходит. У нас свой корейский путь развития, корейские ценности, фактически. Он о них говорил, что мы что-то принимаем, но что-то нам не подходит. И они заключались в очень жесткой диктатуре, вплоть, сколько это, лет 30, да? Да. Все 60-е, 70-е, 80-е. Да. Но это период экономического чуда. Он взял опыт развития опережавших по темпу Северной Кореи, вел пятилетнее планирование. Это же три генерала были у власти, Пак Чунхи, потом его убили, как мы помним, начальник ЦРУ. Да. Ближайшие, так сказать, семьи лет. Который был казнен потом, да? Разумеется, да, конечно. Там что, там ссора была, по-моему, да? Он просто вспылил? Или это был какой-то длинный заговор? Это, скорее всего, был длинный заговор. Дело, естественно, темное. Ссоры это пытались представить. На суде этот глава ЦРУ говорил, что вот его... Скажем, что это корейская ЦРУ. Безусловно, южнокорейская. Да, южнокорейская ЦРУ. Ну, так и называлось, южнокорейская ЦРУ, да. Да. Что вот он не мог больше терпеть диктаторских методов правления, это подавление свободы тогда, что, конечно, не очень убедительно. Из уст, из уст начальника ЦРУ. Нет, есть даже теория, она, естественно, не доказана, что к этому американцу руку приложили, поскольку он, Пак Чунхи, стал создавать ядерное оружие. И был близок к этому созданию, там, по данным разведки, полтора года ему оставалось. На него оказали нажим, он официально отказался, отказался, принял, так сказать, требования. Но полной уверенности в том, что он реально отказался, у американских, значит, партнеров не было. Ну, это, конечно, на уровне вот таких гипотез. Потом был Чундухван, генерал, потом РОДУ. И вот три десятилетия, три военных диктатора – это взлет экономики. Это взлет экономики. Это время осуществления пятилетних планов. Конечно, не директивных, как в Советском Союзе, а индикативного планирования. Но, тем не менее, выбирались приоритеты, и Чиболи вот именно в это время и расцвели. И они стали, так сказать, одним из главных инструментов реализации этих планов. Строились, выстраивались приоритеты, так сказать, они соответствующие, там, кредитная политика, налоговая политика, льготы, так сказать, в тех областях, которые были приоритетны на тот этап, на том этапе. И пошло. И нация была объединена. И он проводил по Чунхи совещания там регулярные, где были представители, это при том, что диктатура, что профсоюзы были зажаты, так сказать, и там права на забастовку не было, фактически, допустим. Но при этом представители даже рабочих, так скажем, присутствовали на этих общенациональных совещаниях, где вот принимались решения, что нам нужно сделать для решения задачи, вот что не получается, почему коллективно такая мозговая атака. То есть такое корпоративное государство, да? Корпоративное государство. Не социализмом не назвать таким, но такой корпоративм гитлеровского духа, может быть. Конфуцианское. Опять-таки, ну да, европейские, да, мы все европейские, я все европейскими. Это примат государства, примат коллективных ценностей над индивидуальными, что все государство строится по модели семьи. Глава государства – это отец нации, как отец в семье он отец, он должен заботиться о благополучии всех членов, они должны ему платить за это покорностью, уважением, подчинением и так далее. И при этом Южная Корея была очень милитаризованным государством. Конечно, но тут противостояние, корейская война ведь разрушительная, которая ожесточила в крайней степени население севера и юга, и возможность ее возникновения в любой момент, конечно, милитаризированные военные власти были не случайно, безусловно. Напомним, что у нас в гостях сегодня Александр Валентинович Воронцов, советующий отделом Кореи и Монголии Института Востоковедения Российской Академии Наук. Мы продолжим наш разговор после перерыва. И снова добрый вечер, в эфире программа «Археология». Сегодня говорим мы о 50-летии раскола Кореи. 50 лет, как на Корейском полуострове, образовалось два государства, которые пошли своими историческими дорогами. И вот сейчас, в 2013 году, в очередной раз обострение ситуации вокруг Северной Кореи. Вышла она из соглашения о прекращении огня, снова находится в состоянии войны с Южной Кореей. И вот об этом нам рассказывает Александр Валентинович Воронцов, заведующий отделом Института Востоковедения Российской Академии Наук. Александр Валентинович, вот нынешнее обострение, это что? Вот как у нас говорили там, очередное 755-е китайское предупреждение. То есть, я смотрю, с какой-то периодичностью Север вот это, так сказать, снова поднимает свои флаги, расчехляет свою ракету, показывает ее миру, мир говорит «о-о-о». И потом все, ничего не происходит, все продолжается. Вот почему нынешние танцы происходят? Ну, это действительно очередное обострение, оно в этот, так сказать, период какие-то более жесткие, резкие формы приняло. Но первая причина – это незавершенность Корейской войны. Все-таки вот 60 лет в этом году будем отмечать окончание Корейской войны, а мирного договора нет. Действует соглашение о временном прекращении огня, то есть перемирие соглашения 1953 года. Слушайте, действительно, 6-60 лет, я с самого начала мне все неверно стал говорить, не 50 лет, а 60 лет. Спасибо, спасибо, что поправили. Да, 1953 год, действительно. Вот, и, понимаете, северяне постоянно предлагают, что надо заменить перемирие каким-то мирным договором. Участники кто главный? Ну, реально. Юридически понятно. С одной стороны, это были войска ООН, но главными там были американцы, естественно. С другой стороны, КНДР и китайские добровольцы. Ну, то есть главная воюющая сторона – это КНДР, если с севера, и Соединенные Штаты с юга. И вот, значит, необходимость заключения какого-то долговременного, полноценного мирного договора. То есть они в основном, их целях в основном вот это сейчас. Да, такая перманентная и постоянная. Потому что отсутствие договора и нежелания США под различными предлогами, под различными предлогами, но факт остается фактом, Соединенные Штаты не идут на подписание соглашения. И северяне это воспринимают как такое материализованное проявление не на словах, а на деле враждебного отношения. Что США не желают воспринимать КНДР как нормальное государство. Это действительно так. Вот то, что я читал вот эти недели относительно этого конфликта, там буквально северокорейский лидер обиделся, что с ним Обама не поговорил. К ним приезжал баскетболист Деннис Родман, и, так сказать, Обама сказал, чем вообще там устраивать спортивные шоу, лучше бы свой народ накормили. И так далее. Ну, они чувствительны, конечно, к проявлению вот такого высокомерия и нежелания принимать их в качестве равноправных партнеров. Вот этот принцип взаимноуважения и равенства, в том числе на переговорах, в рамках переговорных форматов для них всегда является очень важным. Национальное достоинство этого города, между прочим, народ. Но главное, что и в этом они видят проявление враждебных каких-то намерений. Что да, конечно, так сказать, все президенты США в последние годы заявляли, что в США нет намерений нападать на КНДР. Но это как бы риторика. А вот на практике соглашение менять устаревшее, но действительно рудимент, действительно нонсенс. Такой рудимент холодной войны, проявление вопиющее, так сказать, какого-то несоответствия мировым реалиям. Они уже 20 лет члены ООН. А Южная Корея пойдет на соглашение на подписание полноправного мирного договора? Да я думаю, да. Но все-таки главная роль это Соединенные Штаты. Но тут и вообще история соглашения. Ведь тогда был президентом Южной Кореи Ли Сен-Ман, которого мы упоминали. И он и до войны призывал к походу на север активно. И в 1953 году он отказался подписывать соглашение. Уже американцы согласились, что война тупиковая, что патовая ситуация, не будет победителя. Надо подписывать. А он говорил, что я не буду подписывать. Война до победного конца требовал. И там нет подписи южнокорейского представителя, на что северяне указывают, что подписанты, они должны как бы... Ну, это отдельная тема, очень такая интересная, много предложений. Но Южная Корея, конечно, должна быть, естественно, полноправным участником такого мирного договора. Я думаю, в принципе-то, можно найти это решение. А сейчас вот то, что вот эти обострения регулярные, это так все-таки блеф северокорейский. Они же чисто по военным показателям не способны нанести какой-либо существенный ущерб. Более того, если, так сказать, начнется война, я понимаю, что они будут смяты в течение короткого времени. Ну, это не факт. У них нет возможности выиграть войну, да, конечно. Но... Там же сколько, чуть не в 25 раз военный бюджет различается Северно-Южной Кореи? Ну, по официальным данным, да. И по закупкам вооружений за рубежом и так далее. Северная Корея под санкциями жесткими. Но военный потенциал КНДР – это не бумажный тигр. И особенности географического фактора, вот геополитика тут проявляется очень рельефно, как раз нанести большой ущерб КНДР способно. В частности, обычная артиллерия северокорейская уничтожает Сеул, столицу, и четверть населения, так сказать, страны Республики Кореи в течение первых часов. 40 километров расстояние от ДМЗ до Сеула. И дальнобойные просто даже не ракеты, не ядерные, а просто дальнобойные артиллерии. Просто массированный артобстрел, да. Да, и там, по разным данным, 10 тысяч, 12 тысяч стволов уже сосредоточены напротив Сеула. Они врыты в землю, в скалы, так сказать, то есть их мгновенно не уничтожишь одним там превентивным ударом. И просчитано, сколько они успеют в минуту, в час выпустить снарядов. То есть ущерб колоссальный наносится сразу. А в Южной Корее есть какая-то система противоракетной обороны, система бомбоубежищной системы? Ну, как в Израиле примерно, да, система гражданской обороны, оповещения, учения? Ну, в Израиле там, наверное, я там не был, но там это, видимо, в большей боевой готовности, поскольку более актуально. Но, в принципе, это страна в ожидании войны. Ну, конечно, планы соответствующие и есть, безусловно. Учения проводятся. Учения регулярно проводятся. А гражданская оборона, вот то, что, так сказать... И корпус гражданской обороны, да, все это тоже тренируется. И, то есть ущерб может нанести, к тому же там Северная Корея, это горная страна, партизанские... То есть это будет не Ирак, а Афганистан, понимаете? И наверняка там в горах уже вырато, там и так много чего вырато. Ну, и там все базы для ведения длительной партизанской борьбы, запасы, продовольствия, оружия, боеприпасов. А ядерное оружие насколько опасно, насколько оно может являться угрозой мира? Ядерное оружие – это не игрушка. Можно сколько угодно спорить о том, насколько оно развито, продвинуто. Тут военно-технические специалисты спорят, но они провели три ядерных испытания, и это о чем-то говорит. Во всяком случае, американские военные калькулируют ядерные средства Северной Кореи в своих расчетах и по обеспечению безопасности своих военнослужащих, своих баз и так далее. Более того, ведь нельзя забывать о том, что в Южной Корее, и в Северной Корее тоже, но там гораздо меньше, но в Южной Корее ведь около 30 ядерных реакторов. Там же мирная ядерная энергетика очень высокого развития достигла. И Южане уже на международный рынок ядерной энергетики так решительно и успешно вышли. И ведь эти ядерные реакторы могут стать целями просто обычных вооружений в случае большой войны, обычных снарядов, обычных бомб. Это Новый Чернобыль, это Новый Фокусин. А что, да, полуостров фактически нашпигован ядерными реакторами, ядерными объектами. А в Северной Корее на Севере есть ядерная энергетика? Ну, конечно, она не в таком виде, не так широко, но вот этот Юнбёнь, наверное, все, многие слышали, радиослушатели, в том числе, ядерный реактор в Юнбёне, который считается главным, так сказать, наработчиком топлива высокого окощенного. Да, да, плутония там выделенного. То вот этот реактор 5-мегаваттный, он не такой большой, конечно, но это реально существующий. Есть еще там какие-то экспериментальные реакторы, есть недостроенные реакторы. Сейчас они начали, как они говорят, легководный реактор строить самостоятельно, уже на основе другой технологии обогащения урана. То есть есть тоже. Отказаться их никто и ничто не заставит. Это для них последняя, так скажем, главная опора суверенитета. Суверенитета и просто выживание. Они борются за свое выживание, так сказать. Они понимают, что баланс сил изменился, неблагоприятную донюсору, сторону. И, в общем-то, это стало одной из главных причин, что заставило их пойти на развитие ядерной программы. Ведь когда был Советский Союз и был договор союзный, они были под ядерным зонтиком Советского Союза. А сейчас они говорят, что после исчезнания Советского Союза в этом регионе есть три ядерных державы и два других государства, Япония и Южная Корея, которые являются союзниками США, находятся под их ядерным зонтиком. Единственное, у которого нет своего ядерного оружия и нет ядерного зонтика, это Северная Корея. Это их подвинуло. И, кстати, первый раз они открыто заявили о том, что они будут создавать ядерное оружие. Это когда Шевернадзе приехал в самом конце Советского Союза, Пхеньян, объявить им о решении Советского Союза установить дипломатические отношения с Южной Кореей. Были очень тяжелые переговоры. Они показывали Шевернадзе документы с его подписью, где Советский Союз обещал, что он никогда не пойдет на вставление. Говорит, это ваш подпись, господин Ильинский. И так далее, и так далее. И вот они там целый, так сказать, выставили ряд требований, условий, пытаясь оказать нажим. Ну и вот там в числе этих условий было сказано, что нам ничего не остается другого, как создавать свое ядерное оружие, потому что больше нас никто не защитит. Ну да, то есть это фактически, они поняли, что Советский Союз их сдал, признал Южную Корею. Быстро уже в лагере наших врагов. И тогда же они вступили в ООН? Вступление в ООН когда состоялось? Ну, в общем, да. Они были против вступления в ООН, утверждая, что это будет увековечивание раскола нации, что вступать надо только уже после объединения одной Кореи и так далее, и так далее. Но, кстати, мы им посоветовали, что тогда ситуация изменилась, Советского Союза нет. А вступить могли только вместе, да? Если вы сейчас откажетесь, а Южная Корея вступит, то вас уже никто не примет. Уже, да, по поезд уйдет. Да, и они это поняли в последний момент и изменили свою позицию. Они вступили, да, вместе с Южной Кореей в ООН тогда. Насколько справедлива вот эта вот шутливая фраза «без штанов, но с бомбой». Насколько большие жертвы приходится приносить Корее для того, чтобы поддерживать свою ядерную программу, ну и вообще поддерживать боеспособность своих вооруженных сил. Ну, их бюджет – это тайна за семью печатями, никакой открытой информации нет. Но понятно, что, конечно, это большая нагрузка на экономику, это большое бремя, но это их не останавливает. Они говорят, ну что, а Советский Союз в 49-м создал ядерную бомбу? Он что, благосостоянием отличался? Разрушенная война была, страна после войны. Китай создал, так сказать, то же самое, в тех же условиях. Что это не что-то уникальное. Ну да, не уникальное. Но все-таки по меркам 21-го века, а не послевоенных европейских стран или Китая. А насколько вообще социальная стабильность высока в Северной Корее, насколько государство может обеспечивать свои социальные обязательства? Да, ведь, как часто американцы говорят, там люди голодают, вот это вот. Ну, она всегда жила бедно, страна, жизненный уровень не был высоким никогда. Был, конечно, при Советском Союзе лучшее благосостояние, так сказать, когда наша помощь была и более, так сказать, стабильная международная для них ситуация. Кризис был реальный, тяжелый кризис. Это середина 90-х, вторая половина 90-х годов, когда была действительно и нехватка продовольствия, и недоедание. Они не говорят. Да и, в общем, демографические данные не подтверждают вот эти пропагандистские растиражированные тезисы, что там 2-3 миллиона умерло от голода вот в этот период. А демографические данные показывают, что население продолжало расти. Но кризис был тяжелый. И были реальные и серьезные проблемы с продовольственным обеспечением, энергетическим обеспечением. Но, тем не менее, даже в этих условиях, я ведь вспомню, что 95-й и 96-й все исходили из того, вот и Соединенные Штаты, и политическое руководство, и все страны, что Ким Чен Ир в 94-м году умил Ким Ир Сен, и вот он только вступил, что он продержится у власти, и вообще КНДР просуществует полгода, максимум два. И на этом строилась политика и все расчеты. Но, как видим, страна продолжает развиваться, а вот уже с этого века она вышла на позитивный, медленный, но позитивный рост. Ну, то есть устойчивое некое, в своем роде устойчивое развитие, экономически, социально, страна может и политически, с точки зрения консолидации элиты, страна может находиться вот в этом вот состоянии еще достаточно долгое время. Ну, в общем, стабильность, внутренняя стабильность – это факт. Это факт. Оппозиции нет. Оппозиции нет. Контр-элиты нету, никаких внутренних. Контр-элиты нет, расколов в элите нет. Да, понимаете, и внешнеполитическая обстановка этому способствует. Ведь, вот, с одной стороны, их призывают к демократии к реформам, а с другой стороны, их зажимают с санкциями и изоляцией. Это вещи несовместимые, как говорится. Они начали реформу в 2002 году, Ким Чен Ир объявил, и многое было сделано, это продуманное, они изучали долгопыт и экономических, рыночных преобразований в бывшем Советском Союзе, в Китае, во Вьетнаме, то есть в бывших соц. странах или еще официально соц. странах. Вот, вырабатывали свой, так сказать, для них приемлемый путь и начали двигаться в 2002 году. И ситуация была более благоприятная, так сказать, у них было доброе отношение с Южной Кореей, вот был период десятилетия, когда политика мира и примирения и сотрудничества реализовывалась реально. ЕС признала в тот период КНДР, с Японии начались содержательные контакты. Была надежда на лучшее, но ситуация изменилась. Пришла администрация Буша, занесла их сразу в войс зла. При Клинтоне, ведь в конце Клинтона, Клинтон собирался ехать в Пхеньян и фактически устанавливать дипотношения. Мадам Элбрайт была госсекретарь в Пхеньяне. То есть, в конце Клинтона... Ну да, было окно некое, сейчас оно закрылось, и страна... Оно закрылось и не открывается больше. Вот в этом, да, в состоянии изоляции. А насколько простые северокорейцы во все это верят? То есть, насколько высока идеологическая мотивация? Что это, как Советский Союз, там, 30-х годов? Наш паровоз вперед летит? Может быть, в определенной степени такое сравнение правомерно. А в душу не заглянешь, да, так сказать, то, что там люди думают. С одной стороны, идеологическая обработка, безусловно, очень массированная, постоянно. С другой стороны, понимаете, страна гордая. И у них есть понимание, что им не оставляют большого выбора и маневра, так сказать, для каких-то опций, так сказать, выбирать между различной опцией. Они знают, что Южная Корея более благоприятная, богатая, там, т.д. Но они знают, что в условиях объединения по южнокорейскому сценарию они все северокорейцы станут людьми второго сорта. Они это знают прекрасно. И уж не говоря про политическую элиту, которая будет репрессирована. И это мотивация их сопротивления, дух сопротивления, что ли, и сохранения. Это сильнейшая мотивация для политической элиты сохранять свою преданность или сплоченность вокруг лидера. То есть, это консолидирует, не раскалывает, а, наоборот, консолидирует политическую элиту. Но ведь и не только, наверное, элиты, и большая часть среднего класса, все учителя, там, большой же идеологический аппарат. Они тоже никак не впишутся в пейзаж объединенной Кореи? Вне всякого сомнения. При этом надо учитывать еще и традиции, собственно, корейской какой-то политической, что ли, культуры. Где есть элементы, ну, просто мстительности, что ли. Но вспомним, что в Южной Корее, вот это ведь феномен своего рода. Первый демократический президент, который пришел именно из оппозиции к власти, Ким Йон Сам, что он сделал? Он задним числом принял новые законы и арестовал, судил двух предшествующих президентов в Южной Корее, генералов бывших. И одного он приговорили к смертной казни, другого к пожизненному заключению. То есть это, ну, что-то невероятное, так сказать. И, конечно, если они со своими президентами так расправляются, то что там про северных корейцев говорить? Какие у них там? У них никаких иллюзий. К смерти кого приговорили? А Чондухвана. Чондухвана и Родаул по-жизненному. А Родаул по-жизненному. Потом, ну, в США вмешались, тут, так сказать, они нередко спасали. И оппозиционных деятелей спасали того же Ким Юн Сам и Ким Дэй Джун и следующего, когда они были в оппозиции. А сейчас тут генералов спасли. И потом там заменили на пожизненные, на 20 лет другому. Ну, а когда Ким Дэй Джун пришел, это действительно великий кореец тоже, президентом. Он первым сделал это, сразу помиловал их, так сказать, выпустил, этих двух бывших генералов. Но вот то, что в политической культуре это присутствует, что такое стало возможным, это же отражает их. Это большой урок северу Кореи. Они смотрят на это и понимают. И понимают, что произойдет. Но где больше сейчас живет и живет ли вообще мечта об объединении? На севере или на юге? Кому оно больше надо? Вопрос сложный. Официально это, конечно, неснимаемый лозунг в программах и севера, и юга. И там, и там. И там, и там. Имеется в виду, что на их условиях соответствующих. Безусловно. Масса была программ выдвинутая северянами, южанами, взаимоисключающих, как правило. Де-факто, де-факто. Но северяне, по сути, поняли, что сейчас объединить на их условиях. Но это нереально. И у них главная задача – это выживание, самосохранение. На юге, вот есть цифры, что по опросам, 80% молодого поколения не стремится к объединению. Для них, причем это молодого, но и среднего поколения, большинство уже тоже. Для них северная Корея не выросла в условиях разделенной страны. Для них северная Корея – это уже другое государство. Там близкая история. Но не греет, так как старшее поколение, да, разделено несколько миллионов разделенных семей. Да, вот это вот осталось? Осталось, безусловно. Контакты есть какие-то? Были. Вот период, когда был Ким Дэ Джун, а потом Ном и Хён, два президента южнокорейских. Вот период, это значит с 98-го, там с 97-го, 98-го по 2007-й год. Конечно, это был на постоянной основе, был налажен обмен встречи разделенных, представителей разделенных семей, институциализация этого процесса пошла и так далее, и так далее. Вообще обмены между людьми активизировались. Достаточно сказать, что в тот период так называемый Камагансанский туризм, это очень красивые горы Камагансанс, они на севере Кореи расположены. Ну, для корейцев это мечта, это алмазные горы в переводе. Так вот, два миллиона южнокорейцев посетили, как туристы, вот эти Камагансанские горы за те годы. То есть контакт между людьми был очень широкий. Но сейчас это все прервалось, и вот среди молодого среднего поколения Южной Кореи тяга к объединению явно ослабла. То есть на словах да-да-да, это, конечно, хорошая мысль, но платить за эту большую цену, которая неизбежна будет, то есть это ведь... А какую кто-нибудь посчитал? Ну, цифры самые, они, конечно, ориентировались на опыт объединения Германии. Вот тоже сначала была эйфория, но когда посчитали, во что это Германия обошлось, учитывая, что ГДР все-таки гораздо развитее экономически была, чем Северная Корея, и уровень жизни там был выше значительно, ну, цифры разные, там и 10 миллиардов назывались. Ну, просто поняли, что это станет непосильным временем для южнокорейской экономики, это приведет к унижению жизненного уровня, очень радикально. То есть 10 миллиардов или триллионов? Не буду сейчас цифру, чтобы... Я, по-моему, слышал, что чуть ли не 5 триллионов долларов. Ой, цифры разные, ну, тут... Ну, то есть это очень много, я сейчас не хочу называть цифры, честно говоря, потому что... Нет, потому что я, по-моему, сталкивался с цифрой до 5 триллионов. Ну, 10 миллиардов, мне кажется, все-таки маловато у нас, в Олимпиаде 50 миллиардов стоит. Ну, вы правы, вы правы, согласен, нет, но... Ну, да, в общем, цифры-цифры огромные, непонятно, кто будет этот чек подписывать. 10 триллионов, да, да, 10 триллионов, да, звучало, потому что... Да, наверное, 10 триллионов, потому что я сталкивался 5. Да, ВНП Южной Кореи, там триллион с копейками, около триллиона, ну, чуть больше. А тут, значит, 10 ВНП получалось. Да, 10 ВВП Кореи. Ну, да, и в этом отношении... То есть, параллели с Германией здесь проводить нереально, да? Ну, уже... То, что немцы все-таки хотели объединения, по крайней мере, на Западе. Немцы к этому шли. Политика наведения мостов, она... Ну, да, с Вилли Бранта еще. Да, с Вилли Бранта. Об этом и говорят. Вот сейчас это Южно-Корейское общество расколот, там где-то 50 на 50. 50 за продолжение курса на примирение сотрудничества, а другие, что вот мы 10 лет им помогали, а ничего не получилось. Оппоненты им говорят, смотрите на Германию, они гораздо дольше терпели, так сказать, и ждали, не 10. Ну, да. Вот. В последние уже уходящие минуты нашего эфира ваш сценарий на ближайшие годы. Вот я понимаю, что мы, так сказать, в таком наборе опций крайней с одной точки война, с другой точки объединения. Видимо, ни то, ни другое невозможно, да? Ну, скорее всего, да. В ближайшие годы, ну, объединение-то в условиях коллапса, так сказать, Северной Кореи. Но там, как бы, реальных предпосылок пока коллапсу не просматривается. Есть поддержка Китая, так сказать, последовательная и сильная. Китая не заинтересована в коллапсе, КНДР и военном, как бы, уничтожении. А России выгодно объединение Кореи? Вы знаете, этот вопрос сложный, кому оно выгодно, кому нет. Нет, но считается, и я придерживаюсь этой точки зрения, что у России по сравнению с другими основными державами и соседями меньше антагонизмов по сравнению с другими в отношении будущей объединенной Кореи. Россия с Кореей никогда не воевала. У нас нет тяжелого прошлого, как, скажем, у Японии с Кореей. Да и у Китая, при всем, что союзники, но все-таки разные были периоды, так сказать, в истории. Мы, как бы, так сказать, это решает для нас главную задачу. Для нас главное – это мир и стабильность на Корейском полуострове. То есть, для нас принципиально важно, чтобы оно прошло мирно. Ну, то есть, ваш прогноз, что все продолжается, будет более-менее в том же примерном ключе, как сейчас. Сейчас, да, сохранение статус-кво на обозримое будущее. Корее, да. Ну, что же, спасибо за прогноз. Я напомню, что у нас в гостях был Александр Валентинович Воронцов, заведующий сектором Кореи и Монголии Института Востоковедения РАН. И, вы знаете, прежде всего, я хочу, больше всего, я хочу вас благодарить за то, что вы, как бы, расцветили вот эту черно-белую картинку. Мне кажется, что у нас главная проблема в нашем восприятии Кореи, что все невероятно черно-белое. С одной стороны, все плохое, с другой стороны, все хорошее. С одной стороны, карикатура, с другой стороны, вот, как бы, некий такой квазизападный образ жизни. Но все гораздо сложнее. Мир не черно-белое, как в корейском случае, красно-синий, да, если посмотреть на флаги. Палитра богатая. Палитра богатая. Я благодарю Александра Валентиновича за то, что он расцветил нашу палитру. Это была программа «Археология». Я ваш археолог Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи. Продолжение следует.